Привет, меня зовут Эрик Шоков и сегодня мы находимся в городе Антверпен, Бельгия. Да, мы продолжаем путешествовать, обозреваем кибер-клубы по всему миру и сегодня Европа. Последний раз это было в Испании, в Барселоне. За 210 рублей выдавать такое говно. Да, к сожалению, сейчас кибер-клубы нового формата, нового уровня проходят только в СНГ. Европа догоняющая. Это странно, но в чем-то Европа догоняет. Но, еще самое важное, она не хорошо это делает. Сегодня вы в этом убедитесь. Сегодня я вам покажу и расскажу, что происходит с кибер-клубами в этой стране. Скажу вам честно, есть чему поучиться нашим ребятам. Это будет интересно. Не забудьте поставить лайк под этим роликом, это очень сильно помогает рекомендациям этого ролика. Ну а также не забудьте подписаться, если вы тут впервые на канале. Либо давно смотрите, но не подписывайтесь. Такое часто. Как вы помните, я обещал разыграть тысячу лайк подписок. Если они не пройдут дальше, то я разыграю тысячу премок на Сайбершок. А я тогда бьюсь на ос. Я держу слово и в 10 раз разыгрываю больше. 10 тысяч лайк подписок я разыграю для тех людей, которые подпишутся на наш телеграм-канал Сайбершок. Все условия есть в описании, вы можете принять участие. Это прям супер-изи. Ну что ж, приступим к первому клубу. Мы нашли первый клуб. Это было сделать не так уж и легко. Он называется Outpost Game Center. Не интернет-кафе, не Сайберклаб. Именно Game Center. Это популярно в Европе. Я бы не назвал это кибер-клубом. Там очень сильный акцент на настольные игры и на продажу этих же игр. Очень маленькое местечко уделено для компьютеров. Но есть этому объяснение. Мы пообщались с владельцем этого места, поэтому сейчас мы туда вернемся. Как только мы заходим, мы видим сразу же просто обычный магазинчик, где вы можете купить вроде бы какие-то книжечки, вроде бы какие-то карточки, вроде бы какие-то настольные игры. К примеру, давайте посмотрим, что это такое. Наверное, настольная игра. Я не знаю, что... Дуна, это настольная игра. Вот этот шар. Что здесь, я не знаю, но он стоит 20 евро. Я чувствую себя отделенным от их тусовки. Что они делают, во что они играют, я просто не понимаю. А слева от нас сразу же мы можем заметить небольшой магазинчик готовой еды, ну а также каких-то снеков. То есть то, что здесь продается, это обычный клуб, который есть в СНГ. Но наши СНГ-клубы вышли на новый уровень. Там уже есть своя кухня. У некоторых клубов повара с звездой Мишлен. Но здесь пока что все вот на таком уровне продаются газировочки, снеки и какая-то разогретая выпечка. Окей, если мы пропустим этот момент того, что у нас на баре. Вот сам киберклуб. У нас в итоге есть три стола в виде круга, где вмещается по 8 компьютеров. И сейчас мы посмотрим, какие там кресла, какие там компьютеры и сколько стоит один час игры за этим ПК. Так, тут у нас дефолтный набор всего того, что возможно. Но чего-то одного здесь не хватает. Я думаю, вы все это понимаете. Здесь нет ковриков. Видимо, в Бельгии коврики не приветствуются. И они не совсем понимают, зачем это нужно. Дефолтное кресло игровое. Я уже посидел, оно в целом живое. Пока сидеть можно. Насчет девайсов. Здесь есть разброс, огромнейший разброс. Во-первых, здесь есть девайсы, которые я не знаю вообще, что живут, потому что они существуют. Мышь называется Sharkon Technologies. Насчет наушников что-то хоть известно. Это Corsair. По клайатуре у нас также Sharkon. И монитор 144 Гц Samsung изогнутый, который, к сожалению, я не могу похвалить, потому что я сам владелец этого монитора, и он мне не особо нравится. Так, смотрите. У нас есть купленный один час. Я думаю, он скоро уже заканчивается. Как ввести свои данные. Во-первых, тут нет нигде кнопки включения компьютера. Тут нет даже кейса. Кейс закрыт под замок. Мы находимся в Европе, но странное решение закрывать под замок кейс. Извините, как ты включаешь 11 компьютер? Странная система, на самом деле. Я сначала взял аккаунт, мне ввели логин, пароль. Потом он должен подойти еще раз обратно к админу и сказать, какой компьютер я хочу включить. Почему это нельзя было сделать в первого раза? Так, пишем. О, а вот и первый минус. Я нажимаю на A и включается Q. Тут вместо QWERTY, AZERTY, тут KSDF, WXCV. И как мне играть в CS? Ну ладно. Что самое интересное, я не буду до последнего говорить, сколько стоит один час. Просто хочу посмотреть, сможете ли вы примерно понять, сколько это должно стоить в центре Европы. Ой-ой-ой, смотрите, тут какой-то странненький Shell. Выглядит он не очень круто. Я решил, если что, это программа, оболочка для компьютерных клубов, которая ставится на каждый компьютер. Use outpost логин? Вау. Я смогу использовать чужой аккаунт? Чужой аккаунт, это хорошо. Ой, я реально на чужом аккаунте. Внимание, у этого аккаунта 3000 часов в CS. То есть компьютер не пустует, аккаунт рабочий. Моя ставка, что будет около 300, потому что почему-то средний был очень приятный. 366. Это очень хорошо. Это прям достойно. В итоге у нас 2070 i5-9600K, 16 гб оперативки. Это неплохой ПК. Надеюсь, что он тут такой же во всех компьютерах. В итоге в Бельгии за один час игры на таком компьютере вам придется заплатить 3 евро. 3 евро это у нас, умножаем на 70, это 210 рублей. Короче, 200 рублей за один час. Дорого или дешево, конечно, дорого для СНГ. А для Европы это хорошая цена. Кстати, Бельгия это одна из самых дорогих стран по электроэнергии. По ее стоимости. Поэтому вопрос, выгодно ли тут держать киберклуб или нет, это остается открытым. Прямо сейчас мы за рулем не просто так. Мы по-настоящему едем в другой город. Потому что в Антверпене ничего нет. Вы видели клуб, который сейчас я его показывал. Ну что это такое? Это вообще не клуб. Что-то похожее на СНГ-клуб будет находиться в городе Гент. Куда прямо сейчас мы и направляемся. Это 50 километров от Антверпен. Еще 100 метров и мы заехали в город Гент. 50 метров. Раз, два и три. Ребят, все, мы в городе лучшего киберклуба в Бельгии. Мы уже в этом клубе. Он называется Бавратар. И мы уже туда зашли, посмотрели все. Пообщались с админом Кайф. Очень понравилось. Сейчас я вам объясню и покажу, как это все выглядит. И это уже чуть-чуть СНГ-шный уровень. Спускаемся не в подвал, как обычно делают. Дешевые клубы. А спускаемся аккуратненько вниз. Здесь нас сразу встречает кафешка. Огромное количество ассортимента по напиткам. А самое интересное, что тут есть алкоголь. И понятное дело, здесь огромное количество пива. Можно пить пиво и играть в КС. Мы пройдемся мимо админки, потому что нас попросили не снимать их. Такая же была история в Испании, когда мы записывали ролик. И нам прилетел страйк, потому что чуть-чуть было видно админа. Я не знаю, что это за понятие в Европе. Ребята реально не хотят попадаться в ролик. Я не знаю, как это работает. Но в любом случае, нам уже дали все бумажки. Мы знаем, сколько все стоит. И я вам сейчас все вкратце расскажу. Самое интересное. Если в прошлом клубе мы играли на клавиатуре, которая была на Азартин. Но сейчас нам дали QWERTY. Что это означает? Тут дается выбор. Даются сразу наушники и мышка. Все HyperX. Но самое интересное, что это все дается не просто потому, что я это выбрал. А потому что столы-то пустые. Объяснили это тем, чтобы не воровали. Я честно, когда я такое слышу, вызывает странные ощущения, странные мысли. Обычно такое в Европе ожидать. Это уже второй раз. Я замечаю, что люди тут не доверяют. Они перестраховываются. Тут у нас Nintendo Switch и PlayStation 4. И вот компьютеры. И что самое интересное. Господи, это так круто. Это не игровые кресла. Это ортопедические, офисные. Такое чувство. Сейчас мы посмотрим. Давайте я сяду примерно вот здесь. И глянем, насколько тут все удобно и хорошо. Тут мы видим огромную стримерскую. Мы в нее зайдем. Все в порядке. А вот тут за этой стенкой Bootcamp. Сейчас все вам покажу. Так, кресло. Слушайте, оно удобное, правда. Жалко, что меня не обнимает оно, как игровое. Но спина уставать не будет. Это 100%. Оно классное. И дышится, потому что здесь сеточка. Меня спрашивают сейчас ребятки, которые переехали на мажор. Из Украины, из Казахстана. И спрашивают, а где играть в клубе? В Бельгии. Я им говорю, нигде. Но вот сейчас, после этого ролика, я буду говорить, что приезжайте в город Гент. Вы спросите, а как авторизоваться? Нам не дали ни чек, ни логин, пароль. Все очень просто. Вы должны зарегистрироваться. А если вам лень зарегистрироваться, вы можете авторизоваться через Facebook. Просто сделать QR-код входа. Либо через Google, то же самое, либо через Apple. Это круто, правда. Я не знаю, что это за шел, но такой шел я еще не видел. Так, ну давайте авторизоваться через Facebook. Так, берем, вставляем. Так, раз, два, три. Продолжить как Эрик. Ой, проблемы. Ошибочка, ошибочка. Ладно. Ладно, стиваю через Google. Вводим код и успех. О, найс. Вот как выглядит шел. Слушайте, ну на самом деле, да, дефолт, но это уже гораздо лучше, чем прошлый шел. Коврик у нас HyperX большой размер, а мышка у нас Pulsifier RAID. Клайтура у нас HyperX, LO, FPS, RGB и монитор Dell. Слушайте, ну на самом деле комфортно здесь сидеть. Прям кайф. По сравнению с прошлым клубом, это небо и земля. Вот очевидно небо и земля. Мы там были выше, а здесь чуть пониже. Небо и земля. Очень тихо. Никого здесь нет. Вот, кстати, так вот почему, видимо, здесь не делают дорогие клубы. Ну реально никого здесь нет. А в том клубе мы не могли найти место себе. Европа, денег нет. Либо спроса просто нет. Может у них дома. 390 у каждого. О, найс. Все, пошло. Да, пошло у нас. Пока оно проходит, тестирование. Давайте пройдемся по другой части этого киберклуба. Я могу назвать этот клуб киберклубом. Это не интернет-кафе. Здесь очень интересная стримерская. Здесь огромное количество оборудования. Бесплатные рутбулы, аудиосистема, стримдек. Слушайте, ну здесь все сделано для хорошего стриминга. Не знаю, кто здесь стримит, но даже есть такой удлиненный широкоугольный монитор. Вау, посмотри, что это такое. Это веб-камера от Sony. Ну а это веб-камера не назвать. Это профессиональная камера по размеру. Что это такое? Так, ну мы прошлись по стримерской. Тут есть все для того, чтобы провести хороший стрим. Единственное, что меня смущает, это звукоизоляция. Как она тут работает, не знаю, потому что здесь очень громко должно быть. Вот то, что я не ожидал тут увидеть. После предыдущего клуба я подумал, что здесь все отсталые в этом плане. Но нет, но нет, абсолютно нет. Здесь кто-то превыспел. Здесь у нас доска для того, чтобы писать какие-то стратегии, собираться с командами, тренироваться. Так и называется комната. Она называется тренинг-рум, не буткемп. Здесь девайсы те же, мониторы Alinware и, внимание, 360 Гц. Человек, который занимается этим клубом, все-таки разбирается в том, что людям нужно. Это круто. По компьютерам нам сказали, что здесь они мощнее. Мы узнаем видеокарты, которые здесь, и процессоры. Но выглядит, правда, круто. Есть кондиционер, не вытяжка, это очень странно. Посмотрите, там реально кондиционер. Все, чтобы было бы здесь комфортно. Даже огнетушитель есть на всякий случай, если катка не пойдет. О, все, у нас прошел тест. Внимание, внимание, внимание. У нас есть средний FPS. Так, раз, два, три. 434, да, компьютер здесь реально мощный и хорошо оптимизированный. Мне очень понравилось. Молодцы, молодцы. Это тот клуб, который нужно повторять. Европа, берите пример. Круто. Ну а сейчас самое интересное, это сколько это все стоит. Внимание, очень дешево. Но не все. Один компьютер стоит на 45 минут 6 евро. Дорого. 120 минут 12 евро. Очень дорого. Но есть подписка на неделю. 20 евро. Только будни. Если вы хотите еще и выходные, то 25 евро. И вы можете играть сколько угодно. Либо 75 евро в месяц. Если что, вы просто даете им столько денег и сидите сколько угодно. Еще интереснее. Три месяца 90 евро. Либо один год 350 евро. То есть реально там 1030 рублей вы даете и в течение года играете когда угодно в этом киберклубе. Я такого нигде не встречал в СНГ. Вот что отличается здесь. Есть тут какой-то есть спортсмастер-класс, какое-то обучение. Там 160 евро за одного человека. Но это не интересно. Вот. И самое главное, буткемп, на котором мы были, там стоит 3 часа 25 евро на человека. Либо один день всего буткемпа стоит 75 евро на человека. Такие дела. Дорого. Но я бы здесь брал, на самом деле, подписку на год. 350 евро. Это очень выгодно, чтобы покайфовать целый день в этом киберклубе. Насчет менюшки, насчет еды. Здесь огромное количество еды, большой ассортимент, много алкоголя. Я уже об этом вам и говорил. Там весь бар в алкоголе. Кока-кола здесь стоит 2,7 евро. Это очень дорого. Фанта столько же. Пиво все стоит примерно 4 евро. Вино у нас 4 евро. Коктейли по 10 евро. Насчет еды. Здесь бургер стоит 10 евро. Чизбургер 11. Какие-то пиццы по 8 евро. Такие вот дела. Ну, в целом, обычные европейские цены. Здесь не о чему удивляться. Так, ну, а здесь у нас Nintendo Switch. Большое количество игр, которые можно выбрать. Ну, понятное дело, никто из наших ребят, кто смотрит этот ролик, в это играть не будет. Мы только в CS. Какие я могу сделать выводы? Выводы я могу сделать в том, что я надеюсь, здесь бывают люди. Потому что сейчас мы тут одни. Если мы тут одни, значит, этот проект в Европе не сможет заработать. Неужели в Европе не хотят платить деньги за хороший компьютер, за хорошие девайсы и производительность? Спасибо большое всем за просмотр этого ролика. Это было два кибер-клуба в Бельгии. Больше никаких клубов здесь нет. Если вы найдете, то это будет дерьмо. Как было с прошлым. Ладно, он не дерьмо. Он просто на свою аудиторию мило, аккуратно. Но это не в нашем стиле. Мы должны видеть именно такое качество, которое здесь. Не забудьте поставить лайк под этим роликом, если вам понравилось. Не забудьте подписаться. И теперь вы знаете, если вы будете в Бельгии, куда ехать? В город Гент. 40 минут от Верпена и, наверное, час от Брюсселя. Посмотрите мои другие выпуски, где я поздороваю кибер-клубы по всему миру. К примеру, в Дубае, либо в Казахстане. Ну а следующий мой обзор будет, скорее всего, в Польше. О, нет, в Узбекистане. А может быть и в Польше. Не знаю. Пока.